Welcome, welcome, welcome. Как обычно, шоу у нас в Европе и Америке продолжается. Американцы почти все проголосовали сегодня на победу европейцев, но больше всего удивил Джет, который отдал все победы именно европейцам и поменял носки. Он надел сегодня носки, на которых написано «Европа сильнее...» Ну да, «Европа сильнее Норд-Америки». Все верно, я говорю. Ну и тут на него... Его же коллеги сагрились и говорят, «Ты что делаешь, друг? Ты идешь в ситуацию, где если даже ты угадаешь, все тебя будут ненавидеть, потому что ты угадал. А если ты не угадаешь, все будут над тобой издеваться, ведь ты же поставил все на Европу». Вот такие вот интересные темы. Да, но Америке должны были быть трусы с флагом американским, патриотичным, если бы они все проголосовали за американцев. Но все проголосовали, что сегодня G2 победят, фанатики победят, и даже Сплайсы победят в конце, потому что Сплайсам сегодня последняя игра осталась, которую они еще не играли. Напоминаю, что здесь у нас каждая команда играет по три игры с тремя командами из другого региона. Вчера фанатики G2 сыграли по одной игре, одержали победы, а Сплайсы обе свои игры проиграли. Даже если фанатики G2 только сегодня будут выигрывать, а Сплайсы опять проиграют, этого будет достаточно для Европы, чтобы остаться на первом месте, потому что суммарно у нас всего 9 игр получается. Соответственно, если они одержат только две победы свои, это будет 6 очков для Европы и всего лишь 3 очка над победой Сплайсов у Америки. Так что Team Liquid'ам нужно дать бой фанатикам. По моим ощущениям, там кто-то спрашивал, кто сильнее фанатики или Team Liquid'а, я бы сказал, что сильнее фанатики. По моим же ощущениям и G2 сильнее их, но сильнее и разгромить это две разные вещи, понимаете. Сильнее это означает, что из 10 игр, я думаю, фанатики 6 победят. 6-4 они сыграют, ну, может быть, иногда 7-3, в зависимости от того, какой Team Combo будет выстраивать команда Team Liquid'а постоянно, и какой Team Combo будет выстраивать команда коллектив фанатик-чемпион. Да, кстати, у нас чемпионы с чемпионами сейчас встречаются. Суас у нас, Брокса, Капс, Бивипа и Хулисанка от Европы. И американцы, импакт, Иксмити, Пабелтер, Дабллифт и Олих на синей стороне. До этого они играли 2 на 2. 2 на 2 это шуточный матч, который влияет только на выбор сторон завтра, и фанатики его проиграли. Так что они вроде как завтра сторону выбирать себе не смогут. На какой играть, на красный или на синий, за них выберут. Но это не особо важно, учитывая, что процент побед, что на синей, что на красной стороне опять нормализовался. Был в один момент преимущество, я даже уже бил тревогу, почти 54%. В соло-ку было преимущество синей стороны над красной. Потом она немножко снизилась до 52,5%, а сейчас снова те же самые 50,5%. То есть полпроцента разницы, это стандартная тема из соло-ку. Ну а на чемпионатах мы тоже сначала начали бить тревогу, потому что один день закончился, полностью все синие стороны победили, а потом что-то как-то красная сторона начала все чаще выигрывать, вот эти вот пауэрпики и контрпики решали. Сейчас я, кстати, не знаю, какая вероятность, можно посмотреть, но у меня влом вероятность победы на просцене, вот именно от той или иной стороны, но думаю, те же 50 на 50, там плюс-минус 2%, это никогда не влияло. Ну что ж, Зоя будет у нас от Побелтера, на Эксмите играет на Ноктерне и в комбинацию с Ноктерном берет Шен. Очень хороший комбат, на самом деле, с Зоей еще лучше это фиксируется комбинационно. И осталось команде Team Liquid добрать еще чемпиона. Кстати говоря, они могут сыграть через хорошего брузера просто на топ-лейне и магический урон на боте брузера AD-шного типа могут сыграть через реального AD-керриес, который будет играть с Шеном. Под брузером я не подразумеваю того, который, конечно же, будет убивать Мунда, и там должен быть Дариус уже забанен, так и есть. Минус Люциан от Побелтера, это номер 2 бан, хороший. Ну, я бы, чисто, Team Liquid здесь посоветовал забрать Эза. Вот очень хорошо он здесь заходит им. Очень мобильный у него сетап, и Эза сам будет по себе мобильностью придавать много урона своей команде. Подсказывает мне Николай Джексон, он прогуглил. Сейчас у красной стороны на просто-сене 54% винрейта. Ну, как говорите, плюс-минус 24% это ерунда, это не влияет. тут опять же не весь турнир еще прошел то есть не все сильные команды сыграли на синей стороне или наоборот не все слабые команды сыграли на красной стороне понимаете да то есть если кинг-зоновцы будут играть только на синей стороне ясное дело они будут винры синие стороны поднимать ну и наоборот соответственно поэтому когда там целый чемпионат закончится тогда она будет подводить итог но уже видно что нету большой разницы 54 это стандартное отклонение от норма 4 процента это много это много я с тобой соглашусь но тут надо опять же более корректно будет ребят посмотрите статистику по корее более корректно я не потому что корея китай можете тоже смотреть я не потому что там корея китай а более профессионалы там играть нет 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 там у них просто best of 3 играется там каждая команда играет на синей на красной стороне по очереди европа как расписание сложилось так и есть в америке то же самое в лц или тоже самое херня как расписание сложилось и все если будет постоянно гамбит играть на красной стороне они будут постоянно выигрывать какая разница им не придется даже на синюю сторону попадать поэтому коррект не будет смотреть статистику по китаю корее вот у них там best of 3 у них до 3 карты если дело и доходит это опять же уже будет не рандом а именно из-за того что счет стал по картам 1 1 такие дела думаю там будет сейчас более ближе показать сейчас николай джексон наверняка пойдет смотреть ну что ж а у нас к с 1 с владимиром появляется неожиданно и два пика просто реально неожиданно владимир на ботлейни к с 1 от капса на медиа как шикарный контур пик зои и кайса на ботлейни от дабл лифта почему я стал стал минус кайси потому что здесь нет толком инициации хорошей у команды тимлик у них есть хороший улыб по одному чемпиону и как раз кайса не так хороша против одного чемпиона понимаете да но кайса в мунда вроде как убивает потому что процентный урон мунда будет вынужден собирать немножко армора из-за ганпланка из-за ноктёрна и кайса своим процентным уроном который у нее есть ребят и он спасивки у нее идет и с чё-то там еще помню я не помню кушка не кушка не был процентный урон просто спасивки идет просто тут ко мне все докапываются что я тут процентный урон называю я подразумеваю что чемпион в пилде full он будет наносить процентный урон то ли с руки то ли с его пассивок то ли это будет заклинание но это будет у него в отличие от кендрит есть да кефка визардес сегодня мы эту тему с утра поднимали там ко мне пристал человек который видимо услышал где я оговорился в одну секунду матча и написал что я ничего не соображая вообще нет смысла меня слушать ребят оказывается вот такие дела но и я ему выкладку выложил где у оказывается у кендритки аж целых три процентных урона есть на w на ешке и сборка если она его собирает а в той игре она собирала еще и blood raiser энчантменты это добавочная штука джангельскому предмету то есть она взяла скорость атаки джангельский предмет он blood raiser называется четыре процента дополнительного урона с автоатак по здоровью оппонента батарк тоже это восемь процентов с w там что-то по типу четыре с половиной тире 7 там скеллица он и на ешке тоже скеллица в зависимости от того сколько ты набрал стаков это тоже влияет такие дела что-то я не верю что гп на сможет мунда остановить на топе гпс может можно на топе вообще-то появляется прямой к нему контроль так что не волнуйся за гп он справится у него есть криптоманте которым будет кормить себя с у вас конечно не будет страдать по фарму но суть то не в этом гп ребят будет ультой своей помогать своей команде это раз гп будет фри фармится мунда тоже будет фри фармится но для гп фри фарм гораздо страшнее 00 фанатики же взяли себе гиперлейт гейма чемпионов посмотрите у них есть два супер мага отпушивателя это владимир плюс киндредко к китку сбили мне теперь с этой с этой кино редко и голову забили мне талия конечно же и кс-1 super late game split push по факту команды фанатиков сейчас 311 с этап где нет физики вот без физики конечно грустно ребят физика Матчасти нет у команды фанатик И не придется команде Team Liquid даже париться Они могут собрать себе кучу мерок Хотя CC эффектов здесь не так много Можно без мерок даже попытаться поиграть Но так или иначе хекс дринкеров набрать Перед визажей набрать И все будет у них зашибись Ну и конечно же адаптивных шлемов Я бы отдал лейт за командой Team Liquid Но есть тут два ключевых момента Которые стоит обращать внимание Первый из них это Хватит ли урона Зои в лейте Ой тут у нас со спины просто Иксмити приходит Он прочитал всю эту ситуацию И минус у нас Брокса В этот момент на бутлайне происходит сражение Где Доблдит флешится за БВПа Убивает его в легкую Олих остается жив Потому что левелапается после того Как убили Владимира И фанатики минус 2 Правда сразу же на телепорте возвращает сюда БВП Видите таймер воскрешения Очень низкий теперь там Меньше 3 секунд Поэтому после смерти Можно сразу на телепорте сюда вернуться Тимликвиды стартанули очень хорошо Хулисанг удар по земле дал Но не попал по мапсам Не совсем понял Что он хотел сделать Давайте посмотрим повтор У нас Брокса выходит на ганг Побелтер отбегает в сторону Кидает в него Ешку И после этого Иксмити флешается Фир, автоатака До свидания А здесь у нас на первом левеле Просто Олих дал таунт И он кстати бы и не догорал Я думал он не догорел Именно из-за того Что у него левелап произошел Он там плюс здоровье себе получал Нет, такого не было Это стандартный был килл Двойной таунт Очень хорошая игра За Шена от Олиха И честно скажу Отвратительная игра от БВП Который подставился Там Хулисанг мог подставиться Потому что он все же танк-милишник А уж Владимир Издалека должен был стоять Жоу Брокса выходит на ботлайн Он не знает, что у Олиха нет флеша Не знает, что у Дабллифта нет флеша И выбирает разные цели Хулисанг шел на Олиха А Брокса решил просто кинуть свою дабл И по Дабллифту Не попадает Потому что тот на Ешке Легко от этого уворачивается И, ребята Ничего не происходит Хорошего для команды фанатик Следующую катку тут все ясно Да еще рано Ну так вот, я хотел сказать Ключевые моменты Для команды фанатик Это КС-1 КС-1 может убить в лейтгейме И Ганпланка, и Зою И наверняка даже Кайсу Вы видели, что делает КС-1 Это просто монстр Если он будет правильно билл делать Если он будет получать фрифарм А у него легкая линия считается Это может быть проблемой Даже учитывая, что вы соберете кучу магресса Это просто не поможет против КС-1 Который настакивает себе ульту Потом прилетает тимфайт на телепорте С настаканной ультой И развлекается Посмотрим, как это будет все В матче Что же касается команды темлика Ты, в общем-то Стакиваем Магресс Мерки Спирит-визажи Банши Хекс-дринкер И адаптивный шлем После этого начинаем работать по объектам А в начале пока не бычим Потому что мидгейм не такой плохой у фанатиков Как казалось бы, на первый взгляд Тут Би-Випа делает странный Тауэр-дайв Попадает Таун Нет, уходит в плащ Олих не достал до него Алистар делает толы Наносит урон Что это такое? Неужели они думали, что этого хватит урона? А зачем было так много терять здоровья Холисанга? Чтобы Олиху снять всего лишь 200 здоровья Холисанг сейчас потратил около 500 своего хп На то, чтобы Олиху снять всего лишь 200 И у нас там их смитцы со спины заходят Его видят по вардам Он дает ускорялочку при помощи своей кушки Замедляет Би-Випа У того плащ все еще на КД, кстати говоря Но там Олиха станет с подкидыванием И Олих это смет Прилетает сюда КС-1 Прилетает сюда ИС-УАЗ Бегать где хотеть Но Капс пятый левел Он не может пока еще прыгать Холисанг долго вытанковывает вышку Шестой левел получил СУАЗ И почему-то решили не сделать Тауэр-дайв До конца Но 2 кг заработали Шен уже просто воскрес Да, все верно 2 кг заработала команда Фанатик Смещается сюда еще и Брокса Вот так вот по-европейски Сыграла команда Фанатик Я вот часто замечал Что многие команды недооценят Вот этот момент Тут у нас Холисанг делает Ол-ин В плащ попадает Ульта сверху КП Придется отдаться, наверное, Би-Випа Но это будет за смерть Иксмит Шестой левел получает на этом Капс Но успеет ли он теперь Своими прыжками оттуда уйти Первый прыжок Получает Игнать в лицо И Тики добивает его Олих зарабатывает килл назад В итоге получилось у нас 4 в 3 Это общий счет А здесь 1 в 3 размер Это самый итоговый Сначала они забрали 2 килла Потом килл в 2 килла Не, не в 4 в 3 2 в 3 2 в 3 Прошу прощения 2 в 3 Тем ликвиды отыграли немножко Ну так вот Очень по-европейски было сыграно Потому что вот я замечал Хотел сказать про это Что американский чемпионат Не славится вот такими улынами В пятером на бутлейне Ранними А в то время как в Корее Это часто происходит И вот сегодня, например Вы помните Кингзоновцы Похожую ситуацию организовали И для них это стало катастрофой Китай не так часто это использует То есть больше получается Что европейский стиль Больше походит на корейский стиль А вот как раз Американский стиль игры Он больше походит на Китайский Ну это конечно Такое Поверхностное сравнение Но все равно Хоть что-то Ну зато по золоту Всего 600 Отставания Ну сейчас чуть больше Стало Команды фанатика У нас здесь В наглую К смите решил Забрать красный баф Брокса позвал на помощь Суас там Встретился с импактом Пабелтор сюда подошел И непонятно Как это все закончить Потому что 3 на 3 битва Мне кажется Проиграет Фанатики Они это понимают И начинают отходить На этот момент Алистар снова делает Олым по Олиху Опять много урона Надо еще дать Финальную автоатаку Но он очень много Процентного урона Получил от дабллифта И удар вышки И решает отойти Да и к смите Получил 6 уровень Ребят Только что Только вроде бы Восьмая минута У нас опять Натавардайв смещается КС-1 Потому что Зоя Сильно помогала Убивать красный баф Но там рядом Уже побелторы И к смите И капс валит Отсюда А вот и к смите Продолжит сюда Спускаться А зачем импакт Когда летел Туда он же ульты Уже дал Но импакту Хотелось Больше импакта Создать Чет бивипа Не очень на владе Но Что может То дает Боится он Очень сильно Что там Он получит Капс Чуть было синий баф Не потеряли А они сейчас Ну как потеряли Он бы просто пошел На небольшую регенерацию Пришлось бы его Заново забирать У Брокса вообще Игра не идет Он жутко сильно Отстает от Ноктюрна И мы еще раз Видим с вами Почему Ноктюрна Так часто Забирают сейчас На прост сцене С точки зрения Рифт Ривелса Перма пик Перма бан чемпион То есть его либо берут Либо банят Других вариантов нет Причем В первых ротациях Нет такого Что его до конца Там оставляют И потом добирают Это делают все команды Вот что я заметил Китайские Корейские ЛМС И вот Европа с Америкой И жесткого контрпика Я пока у него Не вижу Ну мы сегодня Видели подобие Жесткого контрпика По моему Да это сегодня было Нет вчера было Кого там взяли Там взяли Там взяли Грейвса Да по моему Но они пошли В кормежку Грейвса Это соточка сделала Грейвс вроде как Хорошо справляется С Ноктюрном Но они пошли В кормежку Грейвса Поэтому Это не совсем Корректная такая Контрпик был Фуннелинг Грейвса Был в той игре К смите Забирайтесь Крабика Седьмой уровень Он уже Это Брокса Радует Что он шестой Получил В ЛЦЛ играет Через Олафа Ну в ЛЦЛ Есть игроки Которые Олаф Майнеры Поэтому так и получается Не удивляйтесь Понятное дело Что регионы Приверженцы Того чемпиона Которого играют Игроки Но я думаю Ноктюрна тоже Могут неплохо сыграть Ксен еще Неплохой контрпик Ну сам по себе Ксен да Но на чемпионатах Ни разу так и не взяли Ксена Именно Ноктюрна Вообще Кстати Ксена Ни разу не взяли Я сейчас так начинаю вспоминать За эти два дня Что мы с вами Или три уже дня Что мы с вами стримимем Ни разу не взяли Ноктюрна Его как не было Так и нет Ой Ноктюрна Ксена Не только в Ноктюрна А просто У нас опять Брокса Выходит Опять неудачно Его опять ловят Будет ли у нас по Белтеру урон Гампланк дает неплохую ульту Но Белтер не попал своим скиллшотом И после этого Иксмити мог бы добить Но он этого не делает Олдин здесь по даблд И в ту таунт мимо Атолиха Хулисанка Научился уже тому Что каждый раз Когда он делает Олдин по кому-то Из чемпионов Тут же по нему Делает таунт Шен И поэтому сразу Решил отбежать И не получать Лишний прокаст От Кайса Где сейчас Рекласс В команде Фанатик Запасных Какие шансы У фанатик Ну Где-то Наверное В лейтгейме Будет 30% За ними Это как раз На себя Потянет Ксадин Который может Реально втащить И Этот Ксадин У нас идет В ру С каплей Ну В общем-то Это не так плохо Жуткая Жуткая танковость Будет при этом Бесконечная мана И Если он еще Соберет Личбейн После того Когда берет Себя Архангел С Руа Тогда все Будет хорошо Но если он Не будет делать С Руа Пойдет В Жоню Он сильно Ограничит Свой урон И мне кажется Тогда тем Ликодом Будет попроще Протащить Мидгейм Ксинжао Был от Турции А Ну этот Ксинжао Он Волофа Был взят Это Ксинжао Это не Ксинжао Это идиот Извините Кто же берет Ксинжао Волофа Не подкинуть Не можешь Любой дуэль Один на один Проигрываешь Фармишься Медленнее И объекты Не можешь Контестить Отличный план Ксинжао Мечты Зато Чизганг Можно сделать Левел 2 Здесь я Не отменяю Это Ксинжао Может Левел 2 Ганг Сделать В любом случае Против какой Былини Он не играл Сос Где твое здоровье Сос Видимо Сейчас Нажмет Ульту Просто так Он начинает Топорами Лоситить Крипов Таким образом Немножко Регенерировать Здоровье Видите Топор Отнимает Где-то У вас Часть Здоровья Но Когда Вы попадаете Топором И добиваете Существо Вы восстанавливаете Себе Часть Здоровья Таким Вот Образом Себе Решил Немножко Восстановить Но Там Небольшой Плюс Где-то Там Плюс 10 Плюс 15 Здоровья С Топора Но Тоже Приятненько Где Можно Представить Какие Руны Нужно Ставить Есть Pro Builds Есть Op.gg Low Skill Куча Разных Сайтов В зависимости От Чемпионов В зависимости От того Что Ты Ищешь В Игре Самая Распространенная Многие Профессионалы Там Просто Профессионалы Все Выставлены И К Смите Там Будет На Ада Керри Иногда Потому Что Он Сулаку Достался Ада Керри И Он Понятное Дело Не Поставит Хорошую Руну Он Не Знает Как Ими Пользоваться Пабел С флэша Своего Решил Сыграть По Капсу Снял Флэш У Капса Из-за Этого Поднял Капс Мог И Не Отфлэшиваться Капс Немножко Перепугался Там Этого Улына Атаку П.GG Там Собраны Все Корейские Солокушеры И Статистика Идет По Всем Чемпионам Статистика Довольно Продуктивная Хорошая Мне Нравится Я И Пользуюсь Не Не Лоу Скилла Лоу Скилл Эта Статистика Берет Именно Чемпионов То есть Если ты Хочешь Узнать Лучших Игроков На Каком Чемпионе Можешь Там Посмотрите Ой Тут Минус Касадин Которого Нет Флэша Вот Зачем Это Было Сделано Слушайте Как Классно Была Реализована История С тем Что Касадин Без Флэша Это Просто Шикарнейший Розыгрыш От Команда Тем Лик Это У нас Побелтер Остался На линии Вернулся Сюда Капс Они Сделали Тут же Ол-ин В Прошедшего Касадина Который Потратил Ульту Просто Ради Прыжка Тут В Бивип Идет Ол-ин На Дабллифт Пошла Шеновская Ульта Прыжок За спину Бивип Не Перефлашивается И Перефлашивается Дабллифт Как же Глупо Но Это Сработало Ой Как Смешно Как Глупо Но Это Сработало Побелтер Тут Что-то На Меде Забыл Его Ультанул Ноктюрн Сожрал Хулисан Здесь Тоже Догорает Это Гнает Олих Сейчас Его Затаунтит И Добьет Скорее С Олиху Достается Килл Из Иксмиссии Идет Погоня Мунда Ходить Где Хотеть Прилетает Сюда Капс Хотя Б Какой То Килл Снимают Это Был Шатдаун Да Не Был Шатдаун Это Был Просто Килл Чуть Было Не Законтрил Анскиллом Своим Лцельным Бивипа Молодого Ладно Весьма Немолодого Уже Игрока Дабллифта Который Флешнулся Заранее За спину Точнее Не Флешнулся А прыгнул Потому что На вардах Стоит Бивипа Начал Делать По нему Лин И прыгнул На ульте Заранее За спину Там Где Бивипа Будет Флеш Отца После этого Пришлось Ему Флеш Назад Потому что Бивип Остался Снизу И никуда Не прыгал Но все же Когда прыгнул Уже Через Флеш Бивипа На ту сторону Все получилось А что Здесь Произошло Хулисанг Цепляется За Побелтера Они его Убивают Но в Слип Попадает У нас Брокса И после этого Слипа Икс Митти Его добивает Вот как Все это Произошло Я думаю Не могло же Быть так Что Икс Митти Один в два Победил Бельгия Отправила Домой Бразилию Да Тут Интересный Чатик Риудский Интересные вещи Писал Они называли Не Бразилия Против Бельгии Матч Они там Отписывались Подождите У нас здесь Ловушечка Небольшая От фанатиков Давайте на нее Посмотрим Потом будем Оценивать Ситуацию Ловушка Нет Пользования Этой ловушкой Нет Никто Не собирается Олдинить Бивип Он никому Не нужен Он здесь Якобы Один В дурачка Играет Но не ведутся В этого дурачка Команды Семлик Они ведутся Потому что Икс Митти Здесь Импакт Тоже здесь У него нет Ульты Ну и зачем Им нужно Сражаться С одним Бивипом Ну так вот Они писали Не Бразилия Против Бельгии И писали Бронзилия Бронзилия А вместо Белджин Ну Бельгиум Пишется по-английски Они писали Белголд И я еще Про себя подумал Какие-то тоже Неумные чатика Они конечно Хотели отметить Что золотая медаль Бельгии светит Ну то что Чемпионами мира Станет бельгийцы Но в Лиге Легенд Если вы уже Назвали вы Команду Бронзилия Это все же Третье место На чемпионате мира Бронза Но вы же А ее Приравнивали К уровню игры Что они как Бронза Играют Бразилия То почему Вы Бельгию Ставите на уровень Голда Ведь Голд Тоже не особо Хороший уровень В Лиге Легенд Глупый чатик В общем Неумный У нас Таунт флэш Да И вот теперь Бивипа Со своей ловушкой Да Басра Ну вы поняли В общем Нету больше Этих трапперов Которые сидели В кустах До этого Они сидели Не устраивали ловушку Бивипа Байтил 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 Теперь Бивипа Сделали реальный Ол ин Но нет больше Тех ребят Которые ему помогали Доигрался Вот реально Знаете Иногда бывает Такое Ты думаешь Простите Так Я сейчас включу Дурачка Чтобы Джанглер Меня загангал И он придет И поможет И дурачка Выключить уже не можешь Продолжаешь играть А Джанглер уже давно ушел Ну вот и здесь То же самое Сейчас произошло Ловят у нас По Белтера Иксмити Мешает этому процессу Прописывает Таунт по Капсу Капса Перепрыгивает От этого всего Делает килл У нас в этот момент Импакт 1 в 2 делает килл Или нет Или нет Суас Вытанковал всю Вышку Брокс остается в живых При помощи флэша Импакту не хватило Флэша Чтобы его добить И команда Фанатика Резко заработала 2 килла В ответ И не забывайте Что это КС-1 Ребята Это чуть ли не Самый сильный чемпион В игре в лейтгейме Нельзя так просто Взять и забыть Про это Да у вас есть Кайса Это круто Да у вас есть Ганпланк Это тоже круто Но если рейтинг Расставить Кайсы Ганпланка Ганпланк будет Выше Кайсы По рейтингу Лучших чемпионов А КС-1 Будет выше них И нельзя ему Давать фрифарминца А у него 164 фарма уже У него почти Настакана руа И сейчас капля Будет собранная И после этого Начнет собирать Личбэйн Когда он соберет Личбэйн Ему препятствий Не будет видеть Ну кроме вот этих Хиксдринкеров Которые начали появляться У команды Всем лик По всякому Тогда ему нужно будет Просто дождаться Войтстафа Нельзя Нельзя так просто Тем более Это исторический КС-1 Для команды Фанатик Вы знаете Фанатик и КС-1 Это эпоха целая Неумирающая КС-1 1 в 9 Не затащит Но тут есть еще Владимир Тут есть неумирающая Мунда Талия Алистар с инициацией То есть Не все так Грустно В этом царстве Мунда Мунда ходить Где хотеть Кинул топор Правда Назад вернуться Не может Пинкварт Сейчас выбьет И не может Даже топор кинуть Он на варде Стоит Привет Задолбал игнори Че там Шансы у фанатиков Будут Есть у них шансы Я же сказал 30% где-то Надеюсь Поймали импакт И вот такие 30% Довольно приятные Выбивает Очень хорошо Капс Эту тележку И еще Один килл Для Капса Да Они отдали Еще одного Дракона Но это всего лишь Оушен Это даже Не дракон Ребят Это даже Не считается Это так Дракон на полписечки Ребят Такие драконы Не в учет Идут Они просто Вам помогут Убивать Элдер Дрейка Они помогут Вам во время Осады Там небольшие Потоки здоровья Будут к вам Приходить И маны Восстанавливаться Но больше В общем-то Ничего Зачем броня Шену По какой броню Шену А Это Найт Вов Он собирает Рыцарская клятва Которую он накинет На дабллифты И каждый раз Когда будет По дабллифту Идти урон Часть этого урона Будет уходить В Олиха А не в дабллифты То есть Таким образом Он будет поглощать Частично урон Который по нему идет Слышал Генжи вернулся Да Нет Не слышал Странно Мои шпионы Мне ничего не рассказали Но у меня есть люди Которые там Часто мне новости Разные кидают Подсказывают Что выложить Некоторые из этих новостей Слишком Как это говорится Уже такие старые Которые я уже прочитал И сам решил Не выкладывать И вот тут Вы говорите про Генжи Я удивлен 206 фарма У Касадина 13 уровень Самый высокий в игре Кстати говоря Опаньки А это залет Ребят Слушайте Я Я повышаю шансы Команды фанатик С 30 процентов До Барабанная дробь 31 Вот так вот Тут шутка была Вы должны были смеяться Глупый чатик В августе будет мини турнир Где собирались те Кто уже давно С лигой завязал Ааа Ну так это не возвращение Это просто будет турнир Где будут те Кто давно с лигой завязал Как бы Понимаешь да Что Само название турнира Говорит о том Что он не вернулся Ведь Должны быть те Кто давно уже С лигой завязал Ой Вместе с кассадином Найдет тавердайв Нактюр нажимает ульту Но эту ульту он тратит Только чтобы отпугнуть оппонентов Сам не делает врыв Как-то много все же потеряли Здесь мне кажется Фанатики Кайса Хорошую диспозицию Сделала При помощи своей ульты И не смогли тем Ликвиды Ой Прошу прощи Не смогли фанатики ее Победить А Капс отдал большой шатдаун По килламу у нас получилось Минус 3 Минус 2 Старт вроде был хороший Но дальше Все правильно Даже кстати не минус 2 У нас остался в живых Шен Как так-то Шен точно должен был умирать Но нет он выжил Это минус вышка на меде Поторопились фанатики Не было еще Лич Бейна Не было еще Водьстафа Никакого у Капса Зачем было делать Этот тавердайв Не ясно Вы неплохим зонингом Занимались оппонентов Можно было потихонечку Эту вышку ломать Автоатаками А если что Сделать ол ин Ну явно не подтир 2 вышку А может быть это была Мини проверка сил Знаете Чего им не хватает Хотели увидеть И сейчас поняли все Что не хватает Водьстафа Слишком много Магреза По Белтера они убили Вот уже здесь Он от ульты умер Би Випа Можно не продолжать И Кайса видите Остается в живых До нее не добираются Пошла ГП ульта с бочкой После этого Кайса Перепрыгивает Добивает Касадина Зарабатывает 450 золота Начинает убивать Холисанга Зарабатывает 300 золота Но остальных игроков Здесь было не убить Суас не дотанковал Немножко тоже вышку Ну Войтстаф идет у нас Капс А Владимир решил пойти В Рободон Суас по какой-то причине Решил пойти в резалку От Хила Торнмейл Жонни решил собрать Брокса Не особо по-моему Умные союзники у Капса Когда очевидно Что не хватает Войтстафов Они решили собирать Один защиту Второй резалку от Хила Которая здесь Нафиг вообще не нужна А третий решил Такое Надо больше урона Флэш что? Суас говорит Я флэшится где хотеть И ребят Флэш где хотеть Закончить конечно успехом Потому что Капс вряд ли отпустит Импакт И зарабатывает он этот килл Но на Нашора пойдет команда Фанатик Нажимает сюда телепортацию Тем ликвиды делают на Нашора И отпускает его Делают улын по Мундо Мундо без ульты Конечно же умирает Мундо телепортируется куда хочет Касадим пытается убежать Но Дабллифт его убивает А где же остальные Члены команды? Спрашивает Капс Причем он так и спросил Члены вы где? На немецком Он же у нас немец Как там будет по-немецки Этот вопрос? Я вам это Корректный перевод Дал этого вопроса Провал немножко Немножко провал Второй кстати провал подряд И мне реально не нравится Выбор айтемизации Который пошел от Брокса И Би Випа Ну посмотрим как это Аукнется дальше А еще мне не понравилось Что они даже не помогли Своим партнерам То есть вот реально Брокса есть ульт А нет нет ульты Подождите А где его ульта? А она еще не откатилась Я понял Владимир не успевает Сюда даже подойти И просто постоял То ли слишком рано Прилетели сюда фанатики То ли слишком поздно Пришли другие игроки Команды ФНК Би Випа Слышат они Как Брокса сюда прилетел На ульте И решают им ликвиды Отойти Там кто-то по-немецки написал Жаль что я читать не умею По-немецки Но спасибо что написал Импакт опять отправляется На бот лейн Правда там линия далеко Уже запущена Теперь он просто ходит В скуке Не знает чем заняться Потому что големов нет Рапторов надо оставлять Джанглеру Иначе он совсем будет Проседать джанглеру Это стандартное правило Кто не знает Рапторы и волки Чаще всего оставляются Джанглеру Остальные кемпы Можете забирать себе Джанглер не будет В обиде на вас А вот эти вот кемпы Не трогайте Это не ваша работа Иначе Потом не удивляйтесь Как он придет И просто на меде Смайт нажмет на тележку И заберет у вас Еще пару вейвов Потому что для него Это то же самое Что вот вы придете То есть Для него то же самое Что вот вы так вот пришли Обобрали его Как если он придет к вам И берет у вас две линии Капс тут по вардам Кстати заходил Поэтому его увидели Драконы еще одного Заберят команду Темликет Это уже третий Семь тысяч преимуществ Есть в команде Темликет У них есть АД урон у них есть Магический урон У них есть Процентный урон Вроде бы все хорошо Но там КС-1 И он уже с Личбейном И один неудачный Тимфайт Может привнести Реально минус команду ГП дает ульту на Нашора Потому что думал Что Нашора делает Команда фанатиков Он был прав Они его делали Но его они отменили И теперь когда ГП ульту отменил Может быть стоит Сделать врыв Капс Видит там уже Банши Ждет Войтстафа Своего Но ждать его Не фармясь Это не самый разумный ход Мне кажется Быстрее будет ждать его Если ты будешь Фармить немножко Крипов Почему же КС-1 проблема Иначе бы все играли КС-1 Кто-то скажет Дело в том Что у команды Тимликет Нет танков Нет танков Которые могут Станы прописывать По КС-1 Нет Сайланса По КС-1 Нет хила Никакого Щитки Или откидывания По факту У них один Всего лишь чемпион Который может Хоть как-то Остановить КС-1 На прыжки Бесконечные В тимфайте Под синим бафом И это вот Шен Если Шен Промахнется его Все КС-1 просто начинает Прыг-скок 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 Игрок падает Падает и падает Потому что С каждым прыжком Ульты КС-1 будет наносить Все больше и больше урона А мана У нынешнего КС-1 Не заканчивается Из-за того Что у него сейчас Три предмета на ману Причем каждый из этих предметов Дает ему столько маны Что там можно Захлебнуться В ней Вот сейчас нам кликнут На КС-1 У него должно Где-то 4 900 Учитывая Что максимальный Прокаст его Стоит 800 маны Ему где-то хватит На 8-9 прыжков Да Это очень много Учитывая Что первый прыжок Там по-моему Соточку только Стоит Или даже 50 И потом С каждым разом Он все сильнее 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 Но мне не нравится Что под дабллифт Вообще нет урона У капса Пока что Но это Войтстафа не хватает Это чувствуется Но флэш Был прожат Капса Здесь Это опять Была проверка Урона Вот эти вот Ошибки Команды фанатик Они могут их Спокойно избегать Не нужно проверять Этот урон Вы и так знаете 800 Самая настаканная Стоит Ну да Это максимальный Прыжок Твой 800 Маны стоит Дальше цена Не увеличивается А первая 50 Ну вот Ну обычно Касадина Где-то до 200 До 400 Настакиваются В кустах А потом начинает Прыгать Вот эти вот 400 600 800 Прыжки подряд Идут И там очень много Урона идет Нужен Войтстаф И срочно Касадин Я хочу лично Чтобы дошел Он до Войтстафа Чтобы посмотреть урон То есть Чтобы убедиться Что я прав Если я Ну буду не прав Тогда буду в следующий раз Анализировать игру По другому И буду говорить Что шансов вообще нет У команды фанатик Бла-бла-бла Что Магреза хватает Но мне кажется Магреза не должно хватать Против Касадина Как и против Райз Против него тоже Магрез не особо помогает Против него контроль нужен Против него нужен Хороший отхил Хорошее откидывание На шору Начала делать команда Тим Ликвид И в очень хороший таймер Они это делают Никак не успеет команда ФНК Отменить его Но вот то Что остальные игроки Решили не Покупать Ни одного предмета На пробивание Магической защиты Это глупо Конечно Ой тут Суаза сейчас убьют Помог ему Немножко Кайса Попытались Обворовать Немножко Чужого леса Команда фанатиков У них это получилось Но они Сильно рисковали У нас банши появилась У Побелтера У Доббллифта Есть банши Законченный Маламортиус У Ганпланка Законченный Маламортиус Ну Ноктюрна Зизирот Портал Ребят У Олиха Либо Барабанная дробь Это будет Орм Врекет Они так же вроде Собираются Если я правильно помню Орм Врекет Зизирот Портал И баннеров команд Они одинаково Забирались Последние только Рецепт был разный И вот здесь Сейчас у нас Так как нет больше Баннеров команды Скорее всего Это будет Зизирот Портал Для усиленного Пуша Ну и неплохой скорости Передвижения Ну и так же Мерки Видите Есть еще У игроков Кстати Мерки может еще На актерн купить Пытается капсу Набрать себе Деньги на Войтстафу Он ближе Все к Войтстафу Хотя Владимир Тоже уже Купил две Составляющие Войда Зачем Влад идет В Морелку Что он резать будет Зачем Мунда идет В Торнмейл Он тоже Как бы Собирается Резать Отхил кому-то Здесь Оставляется у вас Все деньги капса Чтобы тот Как можно быстрее До Войтстафа Добрался Видите Ну потому что Мунда уже Сильнее не станет Если так задуматься Но у него там Есть еще Гаргуля Понятное дело У него там есть Адаптивный шлем Который он может Собрать Но нужен Войтстаф на Касадине Его все еще Нет ребят А Касадину Надо уже Обронять эту вышку Потому что Здесь идет Подпуш Алистар Ловит спелы Прикрывает его Мунда Неплохой прокаст Идет от Касадина Но урона нет Он только сбил Банши Пытается Залоситить Крипов Здесь Капс Чтобы Немножечко Набрать денюшек С первой Автоатаки Ноктюрную Резать Отхил Да Неплохой план Кулисанг Вынужден был Прожать ульту Его здесь Никто не успевал Прикрыть И Зоя Его могла убить Капса на базе Мне кажется Уже есть Войтстаф И сейчас На месте Фанатиков Я бы Просто отошел И отдал Эту вышку А вот за Вторую Уже сражался За второй Ингибитор Имеется ввиду Первый Ингибитор Он 32 минуте Потерян И вообще Ерунда Все Появился Войт Теперь надо Владимир Добраться До него А потом Еще Талии Добраться До него И вот Тогда Можно на равных Попытаться Посражаться Ну как На равных Все равно Будет только 30% Но хоть Какие-то Шансы Ну что ж Касадин Надеюсь Он настакался Потому что Хулисанг Делает инициацию Побелтер Может отлететь Но если Жоня Нет у нас Никакой Жоня Ребят Жоня Кто не купил И Извините Так дела Не делаются ГГВП Команда Фанатик Проигрывает Свою игру И ставит Европу В очень Странное Положение Сегодня Потому что Вчера Выглядели Они очень хорошо Темлик Выглядели Так себе Но должны Проиграть Тут на шор Баф И один Мунда Ходит Где хотеть Он кстати Тут убьет Двух игроков Я не шучу Он может убить Двух игроков Он может убить Но а с флэша Нечестно От автоатаку С флэша Жиденький КС1 Так он не должен Так инициировать Что это за бред был Вы же слышали Что я сказал Ему надо отойти Отдать этот ингибитор Купить Войт Став Он это сделал Отдайте этот ингибитор Никаких проблем Ждем теперь Владимира Войт Став Инициацию Надо делать С Алистаром Который с ультой Глупости Европейцы проиграли игру Соответственно В рейтинге Они становятся Чуточку пониже Но у них сегодня Много игр Пять игр Так что Двойной Не двойной матчпоинт А плюс Два очка Еще надо заработать Норд Америки Чтобы выиграть этот турнир Мини турнир Групповой А потом будет уже Финал Завтра Он в любом случае Будет Какой бы счет Здесь сегодня Не образовался Даже если будет Счет 7-2 Типа сегодня Все европейцы Проиграют Все равно Завтра будет финал Такие дела Ну что ж Идем пока на перерыв После перерыва Посмотрим Как будут дела У европейцев Порез accортируют Прод差不多 Счет 7-4